Операторы, инженеры, мастера участков и не только. В домом здании Казахского театра собрались работники завода имени Кирова. Предприятию с большой историей исполнилось 95 лет. От имени главы региона с юбилейной даты из заводчан поздравил его заместитель Рустем Курманов. Ваше предприятие является одним из основных машиностроительных заводов нашей области. Завод на протяжении долгих лет заслуженно пользуется уважением клиентов и партнеров. Предприятие четко выполняет принятые на себя обязательства. Прошел славный путь, который для предприятия только начинается. В этот знаменательный момент хочу выразить искреннюю благодарность за ваш вклад в социально-экономическое развитие Северо-Казахстанской области. На предприятии отлажено изготовление средств связи для сотрудников силовых структур, а также для работников железной дороги. В 2019 году на заводе имени Кирова начали осваивать сборку компьютерной техники. Благодаря такому смелому шагу предприятие вышло на новый уровень развития. Гордость завода – выпуск высококачественных печатных плат. Освоено производство печатных плат 16-слойных, в которых нету ряд стран Центральной Азии. Сдаем большие заказы для нужд силовых ведомств Республики Казахстан, в том числе нефтегазового отрасли. Но на следующий год планируем расширить продукции, производимых заводом, и увеличивать объем производства на 200%. Увеличиваем производство гражданского направления, и также с партнерами осваиваем новые виды продукции, такие как хиквижн, видеокамеры, лифты с Китайской Народной Республикой. Торжество не обошлось без вручения наград. В честь 95-летия предприятия их получили около 500 человек, включая ветеранов завода. В 18 лет на него пришла работать Мария Зенченко. На предприятии она проработала 31 год. Большую часть времени трудилась в отделе технического контроля. Завод меня воспитал в квалифицированного кадра. Я закончила три вуза радиотехнических. Работала замначальника отдела. Когда меня назначили мастером, я была удивлена, потому что мне было всего 20 лет. И я скрывала, что я учусь, чтобы на заводе не знали. Зам главного инженера звал меня Железная Маша. Почему? Потому что такая вот девочка. Она говорила один раз и чётко. Не старалась, на поводу ни у кого не шла. Имела свою точку зрения. Александра Давлет-Гиреева представляет другое поколение заводчан. Оператор «Гальваник» пришла на предприятие в 2004 году. Женщина трудится на участке печатных плат. До 2016 года работать с ними приходилось вручную. После на заводе установили автоматические и полуавтоматические линии. Было очень много нюансов, потому что это была ручная работа. Мы работали с краской в основном, наносили через трафареты. А сейчас у нас высокоточное оборудование, которое делает в основном саму. И очень маленький процесс брака сейчас. Вы знаете, завод – это такая большая семья. И там все друг друга знают, все друг друга уважают. У нас очень много семей работает, которые создались на заводе. На заводе имени Кирова сегодня трудится 465 человек. Предприятие занимается поиском новых специалистов. Дарья Пашмансова, Александр Янцин, МТРК.